Новый всеукраинский рекорд задолженности за услуги ЖКХ. Уже 32 миллиарда гривен. Больше всего люди должны за газ почти 12,5 миллиардов. На втором месте долг за отопление и горячую воду 11 миллиардов. Вообще по всем показателям, которые есть в платежках, в Украине накапливается задолженность. И вот вспомните, с какой помпой в нашей стране запускали реформу объединений жильцов. ОСМД. Объединений совладельцев многоквартирных домов. Мол, уж этот формат должен все решить. И качество услуг повысить, и деньги сэкономить. Но фактически, вот в этом году деятельность ОСМД просто заблокировали. Кто и почему, выясняла Павлина Василенко. Забезпечить отшкодование ОСББ за наданые в 2017 году гражданам пильги и субсидии. Это видео всеукраинского флешмоба, который устроили главы объединений совладельцев многоквартирных домов. А все потому, что больше не могут нести груз чужих долгов. Да и обещанная монетизация субсидий пока не работает. Вот и получается, именно долги – одна из главных проблем у ОСМД. Это объединение в Запорожье уже 9 месяцев ждет, когда им компенсируют 50 тысяч гривен за субсидии. Другая головная боль – бюрократический произвол. Коммунальное предприятие, которое нас до этого обслуживало, не хотело отдавать нам техдокументацию. Оно нам ее не отдавало на протяжении практически года. И все вот это время, не совершая никаких работ, они получали деньги из государственного бюджета. Все это время жильцы без субсидий фактически кредитуют субсидиантов. Но хоть денег и нет, работы в доме не останавливаются. Сами смастерили лавочки и поменяли лампочки. А это – особая гордость. Новые трубы в подвале вместо изношенных старых. Теперь хотят утеплить дом. Нужно брать кредиты и участвовать в программах. На данный момент совладельцы еще пугаются слова «кредиты». Поэтому много энергии уходит объяснять, что это такое и что это нужно для того, чтобы потом же платить нам меньше. Мои дома вот эти коричневые. И внизу офисное помещение тоже мое. У Филиппа есть ключи от всех квартир в этом и соседнем доме. Его семейный бизнес – это сдача жилья в аренду. Если что-то в какой-то из квартир поломается, чинить приезжает сам. Филипп сам раз в полгода моет всем окна. А для отдельных работ зовет помощников. У него их трое. Берется за работу, потому что хорошо знает технику, а еще уверяет – так дешевле. Иначе жильцам бы пришлось раскошелиться. А так я делаю все сам. В Бельгии за содержание квартиры в доме платят в среднем 200 евро в месяц. Управляют домами в основном частные компании, так называемые сандики. Какую компанию нанять и сколько платить фондома – решает Совет собственников дома. Аналог украинского ОСМД. Собирается он минимум раз в год. Обычно собранных денег хватает на то, чтобы привести в порядок дворы подъезды, сделать мелкие ремонты. С большими сложнее. Все зависит от того, сколько денег на эти вопросы дают жильцы. С новыми домами проблем нет. А вот со старыми, которым по 50 лет, очень много хлопот. Нужно подчиняться новому регулированию по изоляции, менять крыши, ставить окна с двойным стеклом. Не всем это под силу. Самая большая проблема безопасности – старые лифты. Там частные несчастные случаи. Субсидий в Бельгии нет. Но жителям энергонеэффективных зданий предоставляется помощь. От государства они могут получить деньги на ремонт крыши, изоляцию стен, замену окон или системы отопления. Обычно возвращают до 30% от стоимости материала. Убедить жильцов в необходимости ремонта иногда бывает сложно. Даже если крыша в аварийном состоянии, собственники могут сказать, мы не видим необходимости в ремонте, денег не дадим, мы подождем. Большинство членов совета – это люди в возрасте лет 80. Они не хотят больше инвестировать. Чтобы отремонтировать крышу, Сандику приходится обращаться в суд. В Украине инвестировать в свои дома и создавать ОСМД – не готова половина из живущих в многоэтажках. Так получилось и с этим домом в спальном районе Киева. Почти два года назад инициативная группа жителей решила объединиться. Год уговаривали соседей, даже на пикники ходили. На открытом повитре смажили муньси. Сробили такое маленькое святое. Это сгуртувало людей. Сплотить сплотило, но не объединило. ОСББ у нас закончилось тем, что мы не набрали певную количество голосов для его создания. Заходите в наши парадные, посмотрите, как мы здесь живем. Этим летом ремонт сделали своими силами. Коммунальная управляющая компания, бывший ЖЭК, ремонтировать отказался. Руки наши, краска за счет того, что мы собрали деньги. Приятно зайти в парадную, потому что до этого был бомжатник. Сколько они обращались в ЖЭК, писали нам письма, нам ответ, что ремонт у вас в парадном сделан. В некоторых подъездах стены в трещинах. Сергей говорит, люди снова подумывают о самоорганизации. Только хватит ли сил? Если у нас менталитет жителей не изменится, и они не будут видеть, что квартира – это часть дома, который обслуживается, у нас действительно все это перейдет в приватные компании. Фактически это будет обслуживание тем же ЖЭКом, но просто деньги будут идти в приватные компании. Но все же ситуация меняется. В Украине уже создано 28 тысяч ОСМД. На днях правительство пообещало погасить все долги за субсидии, а на это нужно 22,5 миллиарда гривен. Но в ОСМД ждут еще и четкий механизм монетизации субсидий. Павлина Василенко, Сергей Бордюжа, Елена Абрамович. Подробности недели. Телеканал Интер.